Приветствую вас и давайте для начала кое-что проясним. Во-первых, данный ресурс не является форумом как таковым. Здесь человек публикует свой вопрос, получает ответы, смотрит, чей ответ ему больше понравился и в дальнейшем начинает консультироваться с одним или несколькими выбранными им специалистами. Данный ресурс не подразумевает общение в публичном, например, пространстве. Это первое. Второе. Исходя из того, что я прочитал и исходя из того, что вы описываете, я думаю, что вам нужно обратиться к психиатру для того, чтобы диагностировать у вас, точнее подтвердить или опровергнуть у вас наличие какого-либо психического заболевания. Это не страшно, это не приговор, но препараты могли бы вам подправить химию тела, химию мозга, если там есть какие-то нарушения, и максимализировать ваши возможности именно психически. Это основное. Дальше. Значит, вы пишите. Возможно, мужчина должен решать такие вопросы сам. Нет, не должен. Дело здесь не в мужчине, просто в человеке, что человек не может справиться со всеми проблемами. И, как мне кажется, здесь тенденция следующая. Что у вас слишком высокие требования к себе. Что вы пытаетесь помогать кому-то, ну, как бы вот не имея возможно на это ресурс. То есть вы пытаетесь помогать ну вот близким людям, например. Да? А при этом вы как-то вот сами не удовлетворены. При этом вы как-то вот сами ну, не устроены, что-то. При этом вы сами в общем-то находитесь в такой, как мне кажется, такой, как мне кажется, довольно критической ситуации. И это связано с требованиями. То есть я должен быть определенным мужчиной. Вы и оцениваете себя по таким критериям, вы и воспринимаете себя по таким критериям. А я бы сказал, что в первую очередь адекватная самооценка это реальное принятие своих ограничений. Самооценка это скорее про ограничения, а не про достижение чего-то. Не про соответствие чему-то. Да? Ну вот. Поэтому здесь уже я бы сказал вам на это нужно обратить свое внимание. Дальше. Вот вы пишите если не может значит ленивый неумный слабый может не заслуживающий право на место среди других людей. Что здесь? Здесь во-первых стереотипы ложные установки деструктивные и как во всем вашем тексте здесь чувствуется злость. Вот вообще мне кажется что злость вот знаете читая ваш текст я удивительным образом о чувство злости. Мне кажется много у вас злости которые вы подавляли и продолжаете подавлять. Вот где нужно прожить эту злость выразить высказать научиться высказывать выражать агрессию и другие чувства которые у вас есть. Вы пишите я хочу измениться и делаю для этого все в пределах своих возможностей воли ума впрочем решение ответа за за вами. Ну понимаете изменение это хорошо но то что делаете вы не является изменением на самом деле. Вы себя пытаетесь просто знаете как не знаю вы себя пытаетесь в какие-то рамки впихнуть вы себя пытаетесь заставить тут дело не в заставлении себя тут дело не в как бы не в формировании идеального человека какой вы пытаетесь быть дело в том чтобы раскрыть свою природу изменение это когда человек чувствует прикасается к своей природе изменение это когда человек замещает свою природу когда он выражает проявляет ее вот это изменение а не то когда человек изучил какую-то профессию стал востребованным специалистом и получает много денег то есть как бы изменение это что дальше много лет мы через одиночество и страх за будущее одиночество это не принятие себя то есть тут нужно работать с принятием себя вот с принятием себя работают через установки выделение и переформатирование этих самых установок страх за будущее это недоверие себе это страх неопределенности вот то есть я недоверяю себе я не знаю как реагировать стараюсь прочитать прочитать не могу поэтому боюсь за будущее не могу устроить ни дружеские ни личные отношения ну опять же и дружеские и личные личные отношения выстраиваются на общих интересах чем больше этих общих интересов тем больше людей с которыми у вас эти интересы интересы есть тем более ваши интересы выражены вовне тем больше у вас шансов построить дружеские отношения и личные и личные вот только момент здесь важный заключается в том что и дружеские и дружеские и личные отношения вы идеализируете то есть стремитесь к некой такой какой-то форме которую вы сами себе представили а в реальности люди образуют совсем другие формы общения что считать дружбой когда человек приехал вам помогать если вы когда вы у него попросили дал вам денег или просто ответил в чате что считать дружбой понимаете поэтому здесь такой момент принимать то что вам дают люди дальше во-первых из-за того что я неинтересный собеседник это оценка то есть вы себя взяли и оценили сказали я не соответствую какому-то критерию интересного собеседника все но я неинтересный собеседник понимаете селибератные под одну под одну какую-то норму не подходят вам нужно увидеть свои сильные стороны вам нужно увидеть свои слабые стороны вам нужно признать свои ограничения и действовать в соответствии с тем что вы можете и в пределах зоны ближайшего развития много лет учился общение по книгам и на практике то есть по сути вы что делали вы кристаллизировали то что является естественным знаете я очень люблю один пример приводить я его этот пример в личных консультациях приводил но вот публично то есть на какую-то аудиторию да я не помню чтобы я об этом говорил поэтому я сейчас его приведу как-то раз у меня был клиент который рассказывал мне ну о своих проблемах о своих переживаниях вот он это делал достаточно долго вот примерно больше десяти минут он говорил вот а в это время у меня около меня за окном проезжала машина вот и я в общем-то увидел машину она была специфическая я не буду говорить какая вот и у меня как бы спонтанно и апельсивно родилась шутка связанная с этой машиной вот шутку я это озвучил вот повисла неловкая пауза вот потому что клиент в общем-то немножечко не ожидал того что я пошучу в такой момент вот но когда пауза прошла то есть клиент когда когда клиент понял что это шутка вот он немножечко так он не засмеялся самое главное ему было плохо ну вот он не засмеялся но он переключился ему стало легче ему стало легче говорить о том что его беспокоило понимаете ну вот я уверен что очень многие в том числе и специалисты коллеги если будут слушать мой ответ скажут что поступил я неверно что так было нельзя но я сделал то что сделал общение выстраивается так общение выстраивается на импульсах которые у нас скажем так возникают общение выстраивается таким образом общение не выстраивается по книжкам и по каким-то вот ну ну каким-то нормам да каким-то вот механизмам каким-то схемам так общение не выстраивается хотите вы этого или нет дальше из замедлительных умышлений не успеваю формулировать сразу здесь нужно смотреть здесь нужно разбираться что это за медлительность как именно вы не успеваете формулировать сразу вот лично я думаю что дело в вашем стеснении из-за плохой памяти забываю слова или забываю истории которые можно было бы рассказать слова и истории это это формальное общение не имеет ничего общего с тем общением о котором вы говорите это не отращает природу как ну вашу природу из-за рассеянности теряется диалог и забываешь такое собеседник смотрите если эти проявления достаточно сильные вам нужны к психиатрам а свои мысли тоже постоянно вылезают из головы еще один симптом нужны к психиатрам и проверить как бы ну сделать МРТ головы если делали все в порядке значит опять же психиатр в каждой комнате блокнот записи снимали на телефон чтобы постоянно просматривать медицины тренировки память не помогают ну опять же все значит медицина не совсем понятно да если делали МРТ все хорошо давно были ли вы у психиатра и тут другой момент вот есть еще такая гипотеза что вы забываете все не случайно а забываете потому что ну как бы вытесняете то есть вам это не нудь вы это делаете заставляется да во вторых кажется я недостаточно интересуюсь другими людьми из-за того что у меня другие увлечения хобби из-за постоянной зацикленности на своих глазах или проблем или проблемы со здоровьем вероятно это проявление эгоизма ну а что касается других увлечений и хобби это нормально вопрос что это за увлечения и хобби какие они как вы их выражаете вам нужно искать людей которые ну примут ваши увлечения и хобби во первых вот что касается зацикленности на своих делах и проблемы со здоровьем да нет это не эгоизм просто одно дело если вы реально переживаете за свое здоровье то есть ну имея возможность что-то сделать и другое дело если это уже сверх переживание когда речь идет просто о прокручивании в голове одних и тех же мыслей это уже про тревогу то есть это уже психологическое в третьих когда открываются и слишком сближаются с людьми они видят насколько я выступаю в уме и насколько отличаются ну да да они видят насколько выступают им в уме если это общение связано ну как бы с простым времяпровождением ну понимаете крепкие отношения выстраиваются когда люди завязаны на интересах на интерес на чем-то важном для них для ну для этих людей и тогда вся разница в различиях в уме в образовании в эрудиции в способностях в физических ну характеристиках она падает за первое получая насмешки за второе обсуждение ну понимаете как бы да что людям интереснее насмехаться и осуждаться чем общаться с вами на какую-то тему так это же проблема просто того что неинтересно ну если человеку интереснее смеяться или интереснее насмех да то вы неверно выстраиваете общение понимаете вот здесь такой ну достаточно простой пример можно привести вот сидят да люди ну парочка в кафе и собственно приходит клоун да клоун приходит в кафе начинает там петь, танцевать да как-то вот вызывающий себя если паре интересные если паре интересные друг другу если паре людям если людям паре интересные друг другу они больше на клоуна не обратят внимания если люди в паре не интересуются друг другу они будут обращать внимание на что угодно вот и все тут нет какой-то тайны дальше умение обращаться с болью насмечки осуждения это нормально вот нормально на них реагировать боль вам нужно учиться обращаться с этими чувства чтобы они вас не разрушали а сейчас вы просто закрываетесь вот в итоге я одиноко боюсь что буду до конца да еще вопрос самоиронии и серьезности отношения к себе вы слишком серьезно к себе отношения с родителями хорошие они очень пожилые люди с другими интересами общение с ними не компенсирует чувство одиночества а чувство одиночества не компенсирует общением вообще это это ваши проблемы это проблема вашего восприятия себя вот вы пишите с другими родственниками мне общаться мало чтобы не узнали о моих проблемах а почему всего такого то будет вторая проблема здравообудущее из-за финансовых трудностей и плохого здоровья это ну это не из-за не из-за финансовых трудностей и болезней это из-за недоверенности как я уже сказал с 2000 по 2020 работал 50-55 часов в неделю пробовал 404 специальности ну это опять же есть ощущение что вы себя заставляете кем-то быть несколько сотен сотен часов изучал инвестирования фондовый рынок зачем так много то есть как бы одно дело если вам это интересно другое дело если вы изучали потому что так надо да вот понимаете да есть ощущение что вам скажут вот вам скажут вот так вот надо и вот вы будете так делать не особо задумывать а вообще как мне это как мне в этом у меня всегда есть подробные регулярно дополняемые планы профразвития и планы по финансам ну то есть исключительно вот здесь у вас что просто это тяга контроль то есть ну вот склонны вы контролировать все вот пытаетесь вы пытаетесь вы контролировать все потому что вот страх у вас страх отпустить ну отпустить контроль вот не дай бог я его отпущу от контроля и все и все и значит ну что-то страшное случится что-то страшное произойдет понимаете вот такая штука человек 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 когда он пытается вот в контроль в контроль уходить да когда пытается уходить в контроль он же в этот момент он не живет как бы вообще он ну он не живет от слова от слова совсем он не живет дальше так много читал про личность вырос и эффективность применялась что могу но опять же да это ощущение что вы опираетесь на что-то вовне а не на себя это глобальная регулярная проблема так несмотря на все это последние 18 лет не было ни одного трехлетнего периода когда мой доход не стал меньше чем в предыдущем таковом таком периоде ну правильно то есть вы себя все время заставляете и сжимаете себя последние 4 года могу работать только дома зарабатывать еще труднее при обострениях тяжелее работу даже дома сейчас работаю в айте это первая работа которая действительно нравится но получается не очень что-то давайте выделять чем нравится что не получается это первое второе значит то что вы описываете очень похоже на то что ваше подсознание просто вытесняет все что вам не подходит то есть по сути саботаж происходит в вашей деятельности в связи с последними событиями жизнь будет все дороже и сложнее особенно если больной совершенно одинокий старик ну жизнь может быть может и будет дороже и сложнее может не будет дороже и сложнее человеку нужно видеть куда он идет или по крайней мере по какой дороге он идет мало того несмотря на все знания осторожности я потерял большую часть сдвижения на то время когда работать не смогу это доказывает то что знания осторожности не помогают уже давно не хватает на лечение теперь его хватает на жизнь получить инвалидность в принципе не получается мне страшно и стыдно что не могу помочь деньгами родителям ну а то есть и всегда добавляется как бы еще чувство стыда что я вот не отвечаю там требованиям вот кстати родители то вас просили помощь с чего вы решили что им нужно помогать да они старенькие безусловно но больше всего мы говорили улучшить эмоциональную сцену помогла бы концентрация на приятных мальчах но никак не могу научиться а не концентрация а скорее прочувствование дело в том что человеку может быть одновременно как плохо так и хорошо человеку может что-то беспокоить и что-то радовать и это не взаимоисключающая история напротив кто-то любил в молодости не дает положительных эмоций и правильно то что вы изменились потому что внимание занято в голове решение проблем ээээ вот как бы это из страха из тревожницы эээ вот просто представьте что сейчас не будет никаких проблем у вас вот нет проблем что вы будете что вы будете делать любимое дело творчество тоже давно не радует что-то изменилось тут нужно сматать эээ ну смотреть впрочем теперь занимается мало потому что все доступное время и силы уходит на учебу работу лечение бытовые дела то есть в процессе вы не живете для себя зачем тогда это все зачем лечиться зачем бытовые дела зачем учеба работа если вы не живете для себя зачем чтобы там соответствовать чему-то причем нам такой пример как можно не замечать жажду и концентрироваться на приятных мелочах если три дня не пил нет нельзя кто говорит что можно нельзя а можно концентрироваться на приятных мелочах когда понимаешь что скоро умрешь без воды можно это не просто не каждый человек сможет это сделать но можно а выбор какой какой выбор альтернатива какая научиться жить одним днем тоже не могу для этого нужно быть умнее вот это вы не правы для этого не нужно быть умнее я таки чем умнее человек тем сложнее жить одним днем одним днем живут люди не умные осознанно или нет но вы здесь искажаете эту историю вы слишком умные интеллект вам мешает мне нужно постоянно анализировать ошибки прошлого и строить прогнозы будущего для планирования и для поиска путей продолжения в реальных осложнений Понимаете, насколько вы заглядываете в контроле? Вы же ставите перед собой совершенно нереальную задачу, которую в принципе невозможно решить. Кроме только вызывания чувства вины и прочих. Я хочу быть беспечным и стандарным, меньше думать, действовать по статусу, но не имея такой возможности. Это не правда. Вам коллега привел в пример сценарий Дану, это верно, вы по этому сценарию действуете. Потому что вы или беспечный и спонтанный, и вы принимаете, что у вас будут какие-то ошибки, просчеты и так далее. Либо вы запрещаете себе ошибку и не являетесь спонтанным и беспечным. То есть невозможно быть стандарным и беспечным, будучи при этом не идеальным. Я так устроен, пока не удовлетворены и описаны ваши потребности, отношения некоторых с некоторыми заработками для уверенности в себе, для уверенности в будущем за себя родных, возможно, для хобби мне плохо. А вот здесь такой момент. Да, вам плохо, но это фрустрация. Да, вам плохо, но по факту сейчас все хорошо. То есть сейчас все живы, все здоровы, никто не на улице, никто не голодает. Вы хотите обеспечить себя не тем, это касается заработка и хобби. Вы хотите обеспечить себя не тем, что нужно сейчас, а на будущее, наперед. Отношения ваши вмещают, строится контроль и комплексы. Вот и все. Я не пойму, как от них отказаться. От них не надо отказываться. Просто нужно признать реальные возможности, что вы можете для этого сделать. И все. И не рвать жилы. Сколько делать, чтобы добиться этих трех простых вещей, я остановлюсь от них только дальше. Правильно, потому что сильнее их хотите. Чем больше человек чего-то хочет, тем меньше у него получается. Это феномен сверх мотивации. Потому что здоровье уходит, доход падает, времени до конца все меньше. Времени до конца все меньше. Вот это интересная история. Вы пишите, что боитесь как бы смерти, да? Здесь получается. Вы боитесь смерти. А по факту, если вам немного осталось, ну вот как вы говорите, на то ли вы тратите свое время. Непонятно. Да? Ну и, помимо этого, страх смерти, это как бы история про то, что вот какого-то глобального смысла, кроме как обеспечить себя и других людей, и выстроить отношения во смерть. Вот. Я сам чего миру хочу сказать? Вот, что я хочу сказать миру? Такой вопрос вы себе задавали? Нет? Потому что единственное, что вас волнует, это выживание. Вот вы и выживаете всю жизнь. Понимаете? Человеку, который вы нести на цель выжить, он всегда будет говорить только об этом. Ну, просто ничего больше в его реальности не существует. Человек может сказать, ну вот, сейчас я себя обеспечу. Нет. Чтобы человек себе не дал, как бы он себя не обеспечил, всегда можно будет больше. Заработок больше, обеспечение больше, отношения лучше и так далее. Всегда. Поэтому здесь вопрос того, что у вас только это. И ничего больше. Отсюда страх. Потому что сконцентрируясь только на этом, мы понимаем, что всегда есть угроза. Дальше. Сам причинам неудачи вижу. На десять процентов возможны когнитивные искажения и страх действовать. Не на десять. Это на все восемьдесят. Тридцать. Лень, апатия, прокрастинация. Это следствие, следствие первого. Здоровье, когнитивные испансионы, для которых принимаю неверные решения. Это вообще не играет никакой роли. Здесь. Абсолютно. Ну, понятно преусловие, если у вас нет психического заболевания только. Чего я жду от... Да, вы пишете, медленно учился, впитывая затруднения в общении, вы не будете сторонним. Это перекладывание ответственности. Ну, тут классическая история. Где-то вы сверхответственны, где-то вы полностью безответственны. Как, например, вот вы сваливаете все на свое здоровье, по сути. Вот. Дело не в здоровье, а то, что вы можете делать. Сегодня можете больше, делайте больше, завтра можете меньше, делайте меньше. Так, чего я жду от форума. Советы, что сделать, чтобы не было так плохо. Ну, вот психологи не дают советов. Мы помогаем разбираться в себе, но советов не даем. Советы, в каком вообще направлении двигаться? Ну, направление я сказал какое. То есть это сначала психиатр, если там все в порядке, то психотерапия. Регулярная психотерапия вам нужна. Или все общение здесь, что-то переключат в голове, и я сам это пойму. Не переключат. Так это не работает. Инсайты случаются, но инсайты это не то, что помогает человеку меняться. Помогает человеку меняться, это регулярная работа. Вот. И инсайты там не на первом месте. Уже задавал вопросы в сети, обратиться точно не могу. То, что смог сам понятие сделать, мало меня устало. Что-то вы делаете механически. Не от себя, не из вашей природы это идет. Больше не знаю, на что надеяться. Ну, как бы не надеяться надо, а себе доверять. Последнее ли 17 решение, что делаю что-то не то, что нужно что-то сильно менять, не пойму что или как. Себя. Себя вам нужно менять. Себя вам нужно менять. Перестать впихивать себя в рамки, которым вы не соответствуете. Как смириться с ситуацией, которая не устраивает, если ее не получается изменить. Увидеть что-то еще в этой ситуации. Себе точнее. Увидеть себе что-то в своем отношении к этой ситуации. Увидеть что-то еще и проживать чувства по поводу этой ситуации. Как меньше переживать о дальнейшем ухудшении жизни. Опять же. Момент то в том, что кроме этого вам больше ничего не интересно. Вот. Не дает такое ощущение, что я так и не начал жить. Очень обстрактная история. То есть предполагаю, что вы так и не начали жить, можно сказать, что вы мертвые. Но это же не так. Вы живы. Раз вы живы, значит вы живете. Так что это ловушка. Постоянно переживаю, что остается меньше времени до конца. Я так и не начал. Что делать? Я сказал. То есть, ну, как бы. Что делать именно не скажу. Потому что пару советов мы не даем. Но вот в целом. Как стать менее восприимчивым к одиночеству? Принять себя. Нужно принимать себя. Принятие себя означает принятие всех особенностей, своих ограничений. Свободный разговор об этом. Смех над этим в том числе. Вот. Это чувство очень болезненное. Забирает много внимания. А вот чем оно болезненно, так сказать? Чем оно болезненно? Это про то, что вы какой-то не такой, если вы один. Вы еще с ним боретесь. Я понимаю, что у социально дезадаптированного, неумного, нерешительного, неуверенного, нездорового, зацикленного на себе неостоятельного мужчины не может быть лишних отношений вне зависимости от любых его достоинств. Это не так. Потому что вы не неумный и вы не дезадаптированных. Для такого человека вы пишите слишком грамотно. Что касается нерешительности и неуверенности и нездорового, да? Но это все мы такие. Не только вы. Все мы нерешительные и неуверенны. Вопрос не в этом. Вопрос в требовании. Что я не должен быть таким. Зацикленным на себе. Ну, а зацикленным на себе, потому что ничего более интересного у вас нет. Вот. И по поводу того, что не может быть лишних отношений, это стереотип. Это стереотип. Опять же, про требования, про стереотипы. Потому что самое главное, если вы полностью отсекаете возможность взаимодействовать своей жизнью с жизнью другого человека. Вне зависимости от всего вот этого. Почему то, что вы перечислили, должно быть интересно? Почему? Ну, почему? Вот если вы, например, знаете фондовый рынок, допустим, или IT, да? Вот вы знаете IT, мне нужна там программа. Почему меня должно волновать? Вот все, что вы перечислили. Меня это все не волнует. Я обращаюсь к вам, мне нужно там, вот, ну, что-то по IT. Все. Так, общение по интересам в сети не спасает, оно эпизодично не располагает к разговорам о личном. Не позволяет переживать вместе эмоции. Это правда, от чести. Но, при условии, если у вас нет возможности выходить, если вам сложно двигаться, общение в сети, во-первых, должно быть много, ну, тут большое количество людей. Вот, тогда оно перестанет быть эпизодичным. А во-вторых, какое-то общение в сети обязательно перейдет на более высокий уровень. Обязательно. Но при условии, если вы будете сами собой. Так. Из-за отсутствия окружающего контекста, поддерживать мне его еще сложнее. Не очень понял, что вы здесь имеете в виду, поэтому тут нужно признать, что вы имеете в виду. Живое общение с коллегами на работе давало в 10 раз больше, при том, что я занимал в нем пассивную роль. Это правда. Это правда. Но, прикол в том, что вам в этом живом общении не нужно было на себе центрироваться. Вы даже пишите, что занимали пассивную роль. Активная роль? Дело будет право. Ну да, в сети сложно быть пассивным. Это правда. Можно, но сложно. Вообще отношения не заметят никакого, никакое общение. Но общение это есть отношения. Там, конечно, есть еще другой контакт, зрительный, тактильный. Вот. Но общение это есть отношения. Тут у вас про что? С одной стороны про идеализацию, а с другой стороны про полноценность. То есть я не полноценен, что общаюсь вот так. Да, есть расстройства или особенности личности, при которых человеку всегда хорошо обману, но я не из таких. Злость. Здесь чувствуется злость. Не хватает энергией силы, чтобы делать больше. Заступный отдых ресурс не дает, где их искать. Ну, во-первых, проделать больше. Это про требования. Пока вы будете туда биться, ничего не получится. Во-вторых, я не уверен, что вы умеете отдыхать. А в-третьих, ресурсы ваши находятся внутри вас. Это ваши чувства. Живой один, не религиозен. По тестам психоценник с ревозной депрессией выше среднего. Ну так вот, соответственно нужно к психиатру IQ ниже. Тесты на IQ давно признаны незастоятельным. Тесты на логику выше среднего. Это правда я заметил, но она не помогает в решении проблем. В детстве ничего особенного, но часто болел, лежал в больницах, не ходил в сад. Это потребность во внимании и, я бы сказал, избегание. То есть, чего-то вы избегали. Люд 16 бессонница, постоянно слабо слонится, особенно утром и днём. Ну, тут опять же, это похоже на тревогу, да, и на избегание чего-то, но смотреть, нет ли психопатологических оснований для этого. После 25 проблем и значительного сильных очень мешают к вам психиатру. Извините, что я так повторяю, но просто вы, кто вот об этом говорите, так, а, это же симптомы, вот. Дальше. Анализы почти в норме, непонятно какие. До 35 сильно заягался, лечение помогало мало, а потом речь стала самая лучшая. Заягание – это простит, вот, это уже давно известно, что заягание – это простит. И контроль. То есть, попытки контролировать, контролировать. Пробовал приём в КПТ, не нашёл точек пересечения, там больше про ошибки мышления, у меня про отношения к обстоятельствам и фрустрациям. Верно, вам КПТ скорее всего не подходит, вам больше прочувствовать. Медитация, техника особенности, спорт не помогает. А, да, я как я пробовал, помогает мало завести собаку, к сожалению, не могу. Да, если вы играете в игру, дано, к сожалению, но, повторюсь, вам нужна регулярная терапия, терапия с психологом. Советовали волонтёрству, не смогу найти ресурсы, их еле хватает для поддержания собственного существования. Волонтёрство может быть и дистанционным, необязательно в живую. Последние 6 лет приоритетная задача – выжить и помочь выжить близким. Ну, пусть близкие как-нибудь сами всё-таки, да. При вашем текущем сцене вам нужно больше на себя, да, обратить внимание. Далее, интересно, как вы приходите к этой теме – выжить. Человек, который выживает, ему, в принципе, больше ничего не интересно. Он не поднимает голову от земли. Вот, целые проблемы. Я помогаю другим, но не могу уделять на это столько внимания. А зачем помогаете? Для чего вы это делаете? Вот только честно. Для чего? Зачем? Похоже на отговорку, но действительно не вижу возможности. И слава Богу, помогали бы больше, вероятно, ещё хуже бы вам было. Говорили, надо улучшить самооценку, но себя оценивать по способностному успеху. Нет. Нет. Себя вообще не оценивают. Себя чувствуют. И выражают. Мне больно – значит, не больно. Мне приятно – значит, не приятно. Мне отвратительно – значит, отвратительно. Себя не оценивают. Вообще. Я думаю, она даже довыщена, потому что я переоцениваю свои способности, когда строю планы и начинаю проекты. Но это проект, то есть перенос вы идеализируете. Вот. Простите, я если буду отвечать не сразу, сложно со временем устал. Очень спасибо за любые советы. Иван, никто вам советы не даст. Вы ошиблись. Психологи не дают советов. Ещё раз повторяю. Не дают советов психологи. Мы занимаемся другими вещами. Мы помогаем человеку разобраться в себе. А профессори – это вы перекладываете ответственность на нас во свою жизнь. То есть, по сути, занимаетесь тем же самым, что и в своей жизни. И этот паттерн, поведенческий паттерн, нужно менять. Вот. Поэтому, когда я говорю, что советов мы не даём и советов вам не дадим, скажите, пожалуйста, как вы на это реагируете? Вот. По поводу ответов, опять же, могу сказать, что эта вот обратная связь, она в первую очередь нужна вам для формирования базовых постулатов для психотерапии. Вот. Безусловно говоря, если вы напишите мне ответ длинный, вот, то мне-то как бы его читать. Для чего? Вот. Это вам нужно, чтобы посмотреть, в какую сторону вы хотите двигаться. И хотите ли вы работать? То есть, входить, войти в терапию. Вот. Ну, ответ тоже такой момент. А если хотите пообсуждать, ну, опять же, психологи этим не занимаются. Всего вам самого доброго. Удачи. 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 Продолжение следует...